Здравствуйте, в эфире Якутия 24 новости экономики в студии Евгений Баженко. Госкорпорация Росатом намерена заняться переработкой начинки электронных устройств, мобильных телефонов, ноутбуков и телевизоров с целью выделения ценных компонентов и снижения экологической нагрузки на окружающую среду в процессе утилизации. Наличие разнообразных высокотоксичных материалов и тяжелых металлов делает захоронение на свалке или простое сжигание неприемлемыми методами управления подобными видами отходов. Поэтому наиболее оптимальный способ утилизации электронных отходов – это их переработка. Кроме того, концентрация драгоценных металлов, золота, серебра и палладия в печатных платах электронных устройств более чем в 10 раз превышает их концентрацию в добываемой руде. К электронным отходам относятся все отслужившие свой срок устройства, чья работа зависит от электрического тока или электромагнитного поля. В январе-феврале 2018 года промышленное производство в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2,2%, компенсировав падение четвертого квартала предыдущего года. Январский рост стал максимальным с июня 2017 года. Во втором полугодии 2017 года динамика промпроизводства начала замедляться. В октябре снизилась до нуля, а затем ушла в минус. Основной вклад в это внесла обрабатывающая промышленность. Но в целом за 2017 год российская промышленность увеличилась на 1% при общем росте экономики на 1,5%. Министерство промышленности России считает, что неожиданно высокие темпы роста обрабатывающей промышленности в январе, как и ее спад в четвертом квартале 2017 года, обусловлены временными факторами. Акции Алроса выросли на 20% с начала года. И, как полагают аналитики агентства Финам, у них еще остается потенциал роста в 15%, поскольку восстановление на рынке, вероятнее всего, продолжится. А улучшение ассортимента должно помочь компенсировать укрепление рубля. Напомним, недавно глава компании Сергей Иванов сказал, что укрепление рубля негативно повлияло на финансовые показатели Алроса прошлого года. За январь-февраль продажи компании выросли. Ценовая конъюнктура также улучшилась. По прогнозам, продажи в марте будут сильными, что станет катализатором роста акции и подтвердит восстановление на рынке. Суммарная задолженность по зарплате в России за февраль выросла на 119 миллионов рублей, или на 4,5%. И на 1 марта составила 2 миллиарда 795 миллионов рублей, сообщил Росстат. В январе, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате выросла на 7,6%, до 2 миллиардов 676 миллионов рублей. Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 1 миллиард 67 миллионов рублей, или 38,2%. В 2016 году и ранее 1 миллиард 201 миллион рублей, или 43%. Самые большие перемены в российском правительстве после инаугурации президента Владимира Путина коснутся экономического блока. Об этом говорят эксперты, опрошенные РИА новости. Это, по их мнению, следует из масштаба задач, поставленных главой государства в послании Федеральному собранию. Необходимость прорыва, о которой говорил Путин, подразумевает необходимость очень существенного обновления именно экономического блока кабинета министров. Логичной выглядела бы и смена главы правительства. При этом детально говорить о переменах эксперты не берутся. Оптовые цены на все виды моторного топлива в России с 12 по 16 марта повысились, следует из данных агентства Prime. В преддверии начала автомобильного сезона был отмечен скачок цен на 95-й бензин класс 5, самую востребованную марку этого вида топлива. Оптовая цена на этот бензин взлетела за неделю на 1876 рублей за тонну, достигнув уровня 44 723 рубля. Цена на бензин 92 класс 5 выросла за указанный период на 179 рублей, составив 43 519 рублей за тонну. В связи с затянувшейся холодной погодой, зимнее дизельное топливо класса 5 подорожало до рекордного значения в 45 269 рублей за тонну. Однако по мере потепления и перехода на летний дизель участники рынка ожидают снижения оптовых цен на этот вид автомобильного топлива. Россия за первые два месяца 2018 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. При этом в феврале 2018 года, относительно февраля 2017, производство золота выросло на 9,5%, а относительно января 2018 года на 40%. Напомним, что о планах довести добычу золота в Якутии до рекордных 30 тонн в год говорил в эфире нашего канала глава республики Егор Борисов. В прошлом году республика добыла 25 тонн драгоценного металла. Международная платежная система ВИЗА планирует предоставить банкам предложение по реализации и внедрению проекта снятия наличных с карт в магазинах России. Напомним, в феврале Сбербанк сообщал о том, что проводит тестирование сервиса по снятию наличных с карт в посттерминалах в российских магазинах. Глава Сбербанка Герман Греф не исключал тогда внедрение технологии в этом году. Возможность внедрения на российском рынке сервиса, позволяющего снимать наличные деньги с карт через кассу в магазине, прорабатывает также Мастеркард. Госкомцены Якутии будут контролировать цены на перевозки пассажиров судами на воздушных подушках в межнавигационный период. Речь идет о маршрутах Якутск-Нижний Бестях, Нижний Бестях-Якутск, Кангаласы-Сотенцы и Сотенцы-Кангаласы. Этими перевозками занимаются индивидуальные предприниматели. И в прошлом они неоднократно меняли тарифы на свои услуги, пользуясь повышенным спросом. Госкомцены намерен созвать по этому вопросу общественный совет с привлечением делового сообщества, предпринимателей и населения, и обсудить тему ценообразования. Напомним, что Якутия относится к районам Крайнего Севера, которые имеют право вводить регулирование тарифов на перевозку пассажиров. Оплатой проезда, обеспечением жильем и выплатой подъемных привлекают выпускников якутских вузов для работы на севере. Госкомитет занятости республики организовал онлайн-совещание по вопросам трудоустройства в отдаленных районах Якутии. Нехватка педагогических и медицинских кадров в арктических и северных улусах – большая социальная проблема. По нашим данным, там требуется 178 педагогов и 151 медицинский работник, заявил председатель Государственного комитета занятости населения Степан Москвитин. Всего в республиканской базе данных по состоянию на 12 марта 2018 года значится 9215 вакантных рабочих мест. 10% от всех вакансий составляет спрос на педагогов и медиков. Около 2 млн 850 тысяч человек перевели свои накопления из Пенсионного Фонда России в негосударственные пенсионные фонды в 2017 году. Около 2 млн перешли из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. При этом почти все потеряли инвестиционный доход от накоплений. Напомним, что по законодательству поменять пенсионный фонд можно либо раз в год, либо раз в пять лет. В первом случае инвестиционный доход от накоплений не сохраняется. 22 марта в Якутске пройдет региональная конференция «Эффективное использование интеллектуальной собственности». Организатором мероприятия выступает Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Республики. Ожидается участие экспертов Роспатента, общественной организации «Деловая Россия» и специалистов Центра научно-технической информации Республики Татарстан. Цель, которую преследуют организаторы – обратить внимание представителей власти, бизнеса и ученых на необходимость эффективного использования интеллектуальной собственности для развития цифровой и креативной экономики региона, а также для формирования и развития рынка интеллектуальной собственности. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.